здравствуйте дорогие друзья фильме апокалипсис 19 века подлинная история геноцида мы начали рассказ о событиях 19 века сегодня мы продолжим начатую в этом фильме тему и поговорим о событиях космосе ибо они происходили в то же самое время и более того являются непосредственным следствием событий на земле если фильм про апокалипсис вы еще не смотрели то настоятельно рекомендую начать смотреть именно с него и бы смотреть сериал из середины плохая привычка а не увидев вступление ваше сознание не примет материала изложенного сегодня далее первым делом посмотрите тот фильм а потом уже возвращайтесь к этому ссылка на него есть в описании и в конце фильма но будьте готовы фильм про апокалипсис длится два часа нет сомнений в том что ядерные стратегии того времени не направляли свое оружие на такие племена как наши современные зулусы пигмеи или безобидные эскимосы они направляли его в центры цивилизации таким образом радиоактивный геноцид прошел через прогрессивные и высокоразвитые центры земли одичавшие в постапокалипсис народы остались далеко от бывших центров цивилизации они не могли передать информацию о прошедшей войне или хотя бы сообщить о ней потому что в большинстве своем даже не участвовали в ней до тех пор как наша цивилизация не вступила в атомный век многие археологические открытия мифология священные писания и загадочные явления наблюдаемые на земле оставались непостижимыми наверняка вы слышали о падении неких космических объектов наблюдаемые по всей земле в девятнадцатом веке на основании этого многими альтернативными исследователями даже выдвигается версия что земля прошла через некий пояс астероидов и именно этим и объясняются засыпанные дома давайте разберемся почему это не так но сперва давайте выясним какие объекты в принципе могут падать из космоса если кратко изложить официальную информацию по метеоритам кометам астероидам и прочим небесным телам то мы получаем следующую картину объекты прилетающие на землю из космоса могут быть первое ледяные второе каменные третье железные четвертое их различные сочетания также космический объект может быть цельным единый кусок камня или льда или состоящим из отдельных кусков все это а также размеры космического объекта и его траектория отражается в определении типа то есть метеорит это астероид комета и так далее официальная точка зрения дает нам по этому поводу много различных терминов и определений друзья сейчас не буду занимать ваше время на пересказ всех этих тонкостей все это есть в открытом доступе и каждый при желании сможет сам изучить отличие метеорита от кометы или астероида что нам важно знать сейчас так это то что от типа космического тела то есть по сути от состава и траектории полета зависит визуальный эффект видимый с поверхности земли и здесь на самом деле все просто ледяные взрываются в атмосфере каменные как правило рассыпаются на множество частей до поверхности долетают чаще всего цельно железные точнее железно никелевые подчеркиваю чаще всего естественно в любом правиле есть исключение кстати никто никогда не задумывался почему железных метеоритах находится именно никель почитайте про легирование железа никелем уверен вы будете удивлены добавление никеля в железо повышает прочность сплава делает более эффективным для термического упрочнения стали повышение вязкости а также усталостной прочности легированная никелем железо лучше сопротивляется коррозии это так сказать информация на подумать и еще информация для размышления эта легенда про три луны леля фата и месяц согласно этой легенде из трех лун осталась одна алеля и фата были разрушены якобы их обломками засыпана земля а никто никогда не пытался провести такую аналогию в зоне обитаемости нашей звезды где возможно пребывание воды в жидком виде а следовательно возможно существование жизни находятся три планеты марс венера и земля и только на одной из них есть жизнь марс представляет собой пустыню а на венере идут кислотные дожди вам не кажется странным с это совпадение и совпадение ли это давайте рассмотрим этот вопрос немного с другой стороны в наше время для человека на земле звезды планеты только точки в ночном небе как древние люди знали что звездные системы имеют планеты с атмосферой горами морями реками могли ли они летать в космос здесь хочу пояснить такой момент если исходить из того факта что в прошлом был иной более теплый климат то достигался более высоким атмосферным давлением и немного иным составом атмосферы сейчас не буду в третий раз объяснять почему мы считаем что был иной климат и иное атмосферное давление разбору всех за и против у нас на канале посвящено два фильма суть в том что если наша версия верна и давление на на самом деле было выше то земли и звезд не было видно даже ночью и в комментариях под фильмами про смену климата мне справедливо многие подмечали что если давление было выше то как же тогда могла быть так развита астрономия в прошлом тогда я просил вас набраться терпения и обещал позже дать эти объяснения в своих фильмах мы постоянно рассказываем очевидные вещи которые лежат у нас буквально под ногами просто иногда на эти очевидные вещи нужно взглянуть под другим углом друзья вы постоянно спрашиваете как у нас получается все это подмечать и анализировать отвечаю способность экологическому анализу есть у каждого человека только их нужно развивать тем более что сейчас это нужно всем без исключения для развития аналитических способностей существует много способов от самостоятельных тренировок до копирования методик которые помогли другим людям но мы выбрали иной путь который хотим порекомендовать и тебе дорогой друг с каждым годом увеличивается объем генерируемой человеком информации к 2025 году объем хранимых данных увеличится до 40 зета байт и всеми этими данными нужно управлять и анализировать поэтому больше всего на рынке труда востребованы именно специалисты по работе с данными но задачи у дата аналитик и data scientist существенно отличаются друг от друга дата аналитик собирает данные ищет в них закономерности которые позволяют компаниям принимать решения опираясь на эти данные например оценить окупаемость рекламной компании или скорректировать бизнес-модель data scientist разрабатывает искусственный интеллект создает алгоритмы с которыми мы сталкиваемся каждый день например лента рекомендации в социальных сетях или беспилотные автомобили обучиться этим профессиям можно в скиллфекторе в одной из самых быстро растущих российских этих компаний обучение снова на практике рядом всегда будет персональный ментор который проведет вас от начала и до конца обучения оценки школы отличные средняя оценка 4,7 балла из пяти пока ты смотришь этот фильм кто-то уже перешел по ссылке в описании и начал обучение дорогой друг я очень надеюсь что ты поступишь также и это будет началом нового светлого периода в твоей жизни тем более что по промокоду неофициальная история будет действовать максимальная скидка 45 процентов удачи тебе дорогой друг итак у нас есть планеты марс земля венера и спутник земли луна конечно объекта солнечной системе гораздо больше но давайте во всем по порядку начнем с луны и когда речь заходит о луне самое первое что мы вспоминаем это про лунный пейзаж и кратеры тут хочу особо подчеркнуть что на луне все кратеры круглые однако для луны у официалов нашлось очень простое объяснение круглое образование на луне являются следствиями удара при падении метеорита даже термин такой придумали ударные воронки это же определение стали использовать для некоторых земных кратеров когда стало понятно что это не карстовые провалы есть много научных данных которые указывают на то что огромные кратеры на луне марсе меркурии и венере возникли не в результате природных явлений таких как падение метеоритов астероидов комет или вулканической активности однако в официальном научном мире существует тенденция игнорировать эти данные особенно если они не вписываются в официальную парадигму при этом официалы до сих пор не могут дать однозначного ответа что стало причиной современного состояния лунной поверхности и образование на ней такого огромного количества кратеров они довольствуются версией о падении метеоритов которые даже несмотря на все их старания имеет очень много дыр и противоречий когда программа аполлон была успешно реализована и большинство результатов исследований было объявлено оказалось что есть факты которые указывают на то что не только земля но и часть нашей солнечной системы была разрушена ядерной войной тщательный обзор литературы по космическим исследованиям указывает на то что ученые озадачены результатами полученными как советских так и в американских исследовательских программах например в 1974 году в июльском номере журнала scientific american ученые признали что некий неизвестный катаклизм должно быть разрушил лунные поверхности всемирно известный британский астроном гилберт фидлер и группа его коллег статистически проанализировала положение и частоту появления кратеров на поверхности луны полученные результаты явно показывают что кратеры не покрывают поверхность луны случайным образом чего можно было бы ожидать если бы они были бы образованы естественными силами оказывается эти кратеры образуют определенные закономерности они появляются парами или образуют цепочки ряды и параллелограммы исследователи обнаружили что с увеличением среднего радиуса этих кратеров увеличивается и расстояние между ними однако это явление трудно объяснить на основе теории их природного происхождения с другой стороны если на луне была ядерная война то падающие заряды могли создать на ее поверхности воронки расположены именно так ведь чем более мощные заряды применялись тем больше расстояние между ними потребуется для получения максимального разрушительного эффекта множественные кратеры одного размера образуют цепочки расположены вдоль одной линии и следующий в определенном направлении существует явное сходство между этими цепочками кратеров на луне и цепями воронок от бомб сброшенных во вьетнаме американскими бомбардировщиками б-52 лунные кратеры также образуют группы из четырех одинаковых размеров образующих параллелограммы некоторые параллелограммы покрывают поверхность луны на площади в тысячи километров случае ядерной войны целью создания таких геометрических фигур было бы полное уничтожение жизни внутри них и опять удивительное сходство с расположением круглых озер на земле наше время современные боевые ракеты как российские так и американские оснащенные как минимум четырьмя ядерными боеголовками каждая запрограммированы таким образом что их взрывы образуют именно параллелограмм в любом случае метеоритная теория никак не объясняет возникновение кратеров парами рядами и параллелограммами очень интересным фактом лунной и марсианской поверхности является наличие морей это чистые яркие плоские поверхности без кратеров почти все моря находятся на западной стороне луны обращенной к земле практически известно что около 90 процентов всех кратерах на видимой стороне луны и в исследованных областях марса сосредоточены в высокогорьях или на континентах и лишь немногие из них встречаются в морях этот факт который трудно объяснить иначе становится полностью понятным с точки зрения версии ядерной войны начала 19 века ведь если когда-то в лунном и марсианском морях была вода то разумная жизнь должна была сосредоточиться на суше по берегам водоемов следовательно наличие воронах и кратеров в этих областях может быть полностью оправдана только с точки зрения войны в ходе которой были разрушены континентальные поселения а также портовые и прибрежные города есть версии некоторых геологов о том что кратеры когда-то покрывали также поверхность лунного и марсианского морей но были разрушены миллионы лет назад в результате таяния льда при чрезвычайно высоких температурах однако причину этих высоких температур эти ученые объяснить не могут более того необходимо учитывать что около 10 процентов лунных кратеров находится все-таки в морях и тем не менее они не растаяли один из самых странных типов кратеров на луне это кратеры с лучами длиной сотни километров некоторые ученые утверждают что такие дыры как тихо коперник и аристарх образовались в результате взрывов произошедших над поверхностью луны поскольку их лучи распространяются по поверхности других кратеров возможно это результат взрыва заряда особого типа который был использован в конце ядерной войны чтобы окончательно уничтожить уцелевшие остатки жизни и инфраструктуры спустя 200 лет эти яркие сияющие впадины все еще излучают значительное количество радиации при исследовании поверхности луны во время затмения с помощью оптических инструментов чувствительных к инфаркрасному и радиационному излучениям учеными наса было обнаружено что эти области выделяют больше тепла и радиации чем соседние области такие астрономы как фидлер шумайкер и бараш годами утверждали что линии наблюдаемые вокруг лунных кратеров очень похожи на линии исходящие от кратеров оставшихся после испытательных ядерных взрывов в юг к флэт конечно эти ученые утверждают что это сходство случайно и что сами линии образовались на луне в результате естественных сил неизвестного происхождения однако еще в 1940-х годах британские астрономы подвергли критике представление о том что причиной образования лунных кратеров впадин было действие вулканов или метеоритов 20 лет спустя американские астронавты также не смогли найти никаких свидетельств вулканической активности на луне на обратной стороне луны нет ни единого примера настоящего вулканического конуса таким образом официальная наука не может найти какое-либо традиционное объяснение распределения кратеров которые составляют лунную ландшафт по какой-то причине эти кратеры неглубокие изгруппированы в определенных областях поверхности луны все экспедиции аполлона также обнаружили большое количество стекловидных веществ на поверхности луны например аполлон 17 принес оранжевое стекло из кратера шорти уильям финни руководитель исследовательской группы хьюстонского центра управления полетами наса во время пресс-конференции в январе 1973 года сказал цитата я не могу представить как осколки оранжевого стекла могут быть результатом вулканической активности ведь такие осколки цветного стекла не редкость на экспериментальных площадках на земле где проводились ядерные испытания конец цитаты результаты исследования лунных горных пород сбили с толку ученых которые считали что земля и луна образовались из одного и того же первичного космического полевого облака или что луна когда-то даже была частью земли в далеком прошлом а позже была выброшена на орбиту якобы в результате столкновения с крупным астероидом дальнейшие результаты полученные в последующих экспедициях аполлона опровергают это утверждение и дают не менее увлекательную информацию чем в первых экспедициях титан цирконий и 3 билилий эти слова привлекают внимание при чтении результатов химического анализа образцов лунных пород который провел новозеландский геохимик и палеонтолог стюарт ростойлер в отчете указывается что этих редких элементов очень много на поверхности луны их намного больше чем в литосфере земли и количество намного превышает средний процент во вселенной все они иногда вместе известны как тугоплавки элементы в наше время являются незаменимыми материалами для защиты от коррозии корпусов различного назначения и устойчивы к высоким температурам также было удивительно что возраст лунных пород оцененный на основе радиоуглеродного анализа составляет от 5 до 7 миллиардов лет а в некоторых образцах он достигал около 20 миллиардов лет в то время как возраст нашей солнечной системы четыре с половиной миллиарда лет доверять или нет радиоуглеродному анализу друзья каждый решает сам однако эти цифры точно повод задуматься кроме того в образцах лунных пород было обнаружено несколько новых элементов и минералов которые полностью отсутствуют земной коре не говоря уже о наличии относительно высоких концентраций некоторых радиоактивных изотопов ряда урада и тория последние по сути могли возникнуть только в результате ядерных взрывов исследование лунного магнетизма проведенной миссии аполлон 16 показали что луна в настоящее время не обладает глобальным магнитным полем тем не менее образцы лунных пород показали следы прежней активности этого поля пишет журнал new scientist от 1980 года это на магниченность незначительно и составляет примерно 1 100 тысяч на той что есть на земле она также неравномерно распределена по поверхности а сосредоточена в семи областях все эти области лежат на внешней стороне крупнейших кратеров пишет тот же журнал new scientist но уже за 1979 год было также обнаружено существование двух отдельных поясов из ферромагнитного материала длиной около 1000 километров лежащих примерно на 100 километров ниже поверхности луны происхождение и назначение этих огромных образований до сих пор остаются загадкой как и следы ржавого железа обнаружены экспедиции аполлона 16 в образцах лунных пород поскольку ржавчина указывает на присутствие воды следует пересмотреть старую теорию о том что на луне всегда было мало минералов содержащих воду неоспоримые доказательства присутствия воды на луне были получены когда приборы оставленные предыдущими экспедициями аполлона неожиданно обнаружили облака водяного пара простирающиеся на сотни километров джон фриман из университета райса говорит что все показания приборов указывают на неоспоримый факт что водяной пар исходят из глубины самой луны не могут официалы объяснить скопление гигантских волнов расположенных на поверхности около моря спокойствия и океана бурь уильям блэр ученый антрополог сравнивает эти сооружения со стаунхенджем с прямоугольными стенами обрушившимися к центру и подвергшимся эрозии и монолитными шпилями выше любого здания на земле советские фотографии сделанные спутником луна 9 показывают что некоторые из этих шпилей могут иметь пирамидальную форму изображение отправлены американскими зондами с поверхности меркурия венеры и марса показывают что судьба этих планет была похожа на судьбу луны на их поверхности можно найти кратеры образующие узоры похожие на лунные по оценкам некоторых физиков энергия необходимая для создания таких кратеров в тысячи раз превышает мощность взрыва крупнейших водородных бомб нашего времени наконец мы должны задать вопрос которого любое космическое агентство боится больше всего и на которой она никогда не даст ответа если на марсе есть развали настроений если они есть на луне то что стало с теми кто их построил что с ними произошло как судьбы этих небесных тел взаимосвязаны как когда кто выгодоприобретатель если так можно выразиться я не исключаю вмешательство третьих сил инопланетян если хотите ли кого-то еще но по логике если земная цивилизация уже владела ядерным оружием и имела средства его доставки то логично же что эта цивилизация вышла в космос более того не просто вышла а перенесла туда свои ядерные технологии со всеми вытекающими в случае войны но если в прошлую эру высоких технологий было ядерное оружие средства доставки и противодействия тогда получается общество той цивилизации развивались аналогично тому что характерно для сегодняшних обществ и в нем безусловно были аналогичные методы ведения войны на это есть указание как в мифов так и в исторических материалах которые мы разбирали в прошлом фильме который называется древние следы человеческой культуры ссылка есть в описании взрыв огромной мощности мог уничтожить планету которая когда-то вращалась между марсом и юпитером и остался только пояс астероидов эту группу обломков горных пород обнаружил в 1804 году немецкий астроном генрих вильгельм матиус ольберс тогда астрономы были уверены что некоторая планета когда-то была разрушена в результате ужасного взрыва эта теория до сих пор жива среди советских а теперь и российских астрономов в начале 60-х годов 20 века они подсчитали что диаметр этой планеты составлял около 6000 километров то есть половину диаметра земли или примерно два диаметра луны с другой стороны известно что естественные причины взрыва планет не существует американский астроном джерард койпер директор астрономической обсерватории университета аризоны утверждает что пояс астероидов образовался когда от пяти до десяти отдельных планет на орбитах между марсом и юпитером случайно столкнулись друг с другом но у него нет конкретных доказательств поддерживающих эту теорию и со статистической точки зрения такое случайное столкновение практически невозможно в пространстве которые существуют между марсом и юпитером ученые наса были в свое время удивлены когда зоны пионер 10 и пионер 11 прошли без каких-либо столкновений через пояс астероидов содержащий более миллиона обломков но суть в том что среднее расстояние между каждым из этих астероидов составляет около шести с половиной миллионов километров таким образом известно что наибольшее разрушение во время войны 19 века произошли в районе между марсом и юпитером видимо планета существующая в этой части нашей солнечной системы была главной военной целью и поэтому подлежала сносу эта война также могла уничтожить луны сатурна создав его кольцо астрономы говорят что эти луны ну то есть спутники сатурна распались когда они подошли слишком близко к планете однако нет никаких реальных доказательств подтверждающих эту теорию тем более что те же астрономы признают что спутники не могли бы разрушиться если бы они состояли из сплошной твердой породы более того сатурн является единственной планетой в нашей солнечной системе чьи луны коллапсировали подобным необычным образом или может быть они также были важными военными целями и потому были уничтожены в своей книге золото богов эрихин фон денеген обсуждает возможность войны в древности в которой цивилизации из других звездных систем сражались друг с другом а те кто проиграл эту войну должны были искать убежище на земле в те древние времена наша солнечная система могла быть разрушена существами или богами с других планетарных систем однако кажется что нет причин по которым инопланетяне должны выбирать эту заброшенную часть галактики в качестве место поселения по крайней мере в нескольких десятках тысяч световых лет от того места где возникла гипотетическая причина ссора более справедливым кажется утверждение что высокоразвитая цивилизация возникла именно здесь на земле несколько сотен тысяч лет назад именно этой цивилизации удалось достичь очень высокого уровня развития и технологий это чудесная цивилизация достигла планетной стадии она начала колонизацию планет в экосфере нашей солнечной системы это позволило ей быстро освоить венеру марс а также вероятно меркурий и спутники газовых гигантов такие как спутники юпитера и сатурна однако не всегда моральный прогресс идет рука об руку с технологическим прогрессом известные недостатки человечества и склонность одних доминировать над другими помноженные на невероятные возможности передовых знаний и технологий привели к открытой конкуренции между питателями соседних планет результатом стала жуткая война в которой от одной планеты остались только пояс астероидов поверхности луны и меркурия превратились каменные обломки а марс и венера получили атмосферы несовместимые с жизнью человека те немногие кто выжил спрятавшись в бункерах и каменных убежищах на относительно наименее опустошенной земле в одночасье оказались в каменном веке причина начала жестокой войны в солнечной системе не ясны вероятно известные недостатки человечества дали о себе знать они несомненно построили общество более развитые человечные чем наши поскольку они достигли таких огромных успехов и все же они позволили катастрофическому конфликту разрушить их мир и почти уничтожить человечество как все было на самом деле неизвестно одно несомненно в какой-то момент все вышло из-под контроля и начали преобладать жестокие законы войны однако конфликт длился недолго применение оружия массового поражения быстро привело к исчезновению жизни на всех планетах кроме земли легко представить что было дальше те немногие кто предвидит такой вариант развития событий при этом имел доступ к ресурсам вместе со своими семьями укрылись на земле и именно они спаслись так как земля осталась в относительно наименее поврежденном состоянии возможно это не был центр конфликта в солнечной системе хотя и земля была искалечена ужасным катаклизмом но имела по крайней мере пригодную для жизни атмосферу так что на землю высадились беженцы с ближайших планет и их спутников друзья а теперь еще немного информации для размышления гипотетически возможно ли что эти планеты были уничтожены пришельцами из других звездных систем возможно вполне однако логика нам в помощь когда на планете хаос от ядерных бомбардировок когда нечего есть когда кругом все мрут от радиации зачем пришельцам прятаться и прятать свои корабли не показывая свои лица в постапокалипсис людям все равно до лиц пришельцев и их кораблей им лишь бы выжить разве это не самое выгодное время для пришельцев поразгласить себя главными начать руководить планетой не прячась при этом и не скрываясь думаю самое время но мы их не наблюдаем а вот когда ты стал предателем своего народа и захватив какую-то территорию решил владеть ей единолично и устанавливать свои порядки тогда есть смысл не показывать свое лицо прятаться и выдавать себя за демонов или за сынов божьих почему нет это не просто очевидные вещи это логика но иногда чтобы увидеть логику нужно взглянуть на знакомые вещи под другим углом на этом я с вами не прощаюсь наше повествование еще не закончено далее будет рассказ про обычных казалось бы зайцев а также про атмосферное электричество для многих тот рассказ покажется вообще фантастикой но это только на первый взгляд чтобы смотреть на привычные вещи шире тренируйте логическое мышление напомню ссылка в описании благодарю за то что досмотрели фильм до конца всего вам доброго до скорых встреч